Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Другая жизнь с Марина Кью. И у нас сейчас будет распаковка от моей подписчицы. Со мной мой соведущий, главный соведущий. Ваш любимый Рома и мой любимый тоже. Да, мы только вот были в бассейне, открыли, скажем так, сезон. И приезжаю я домой с детками и здесь уже такая красота. Это моя посылочка от Эльмиры. Вы Эльмир, он мои постоянные подписчики, знают, помнят. Это была самая первая женщина, которая в свое время обратилась ко мне за помощью. Как же можно работать на сайтах знакомств? Ну, возможно, работать не совсем правильное слово, да, но тоже у нее были свои трудности. Мы с ней созвонились, пообщались. В общем, на данный момент она уже год в ожидании визы жены. Мы делали с Эльмирой видео, она тоже рассказывала много. Часто меня спрашивали, как же там у Эльмиры дела сейчас. Вот ее муж, Мануил, только вернулся от нее в Америку. И вот вместе с ним она мне каждый раз и передает посылочки. В этот раз я ей уже сказала, не вздумай тратиться. Посылки очень дорого. Я хотела у нее попросить лишь пару лекарств для меня. И говорю, это влезет в маленькую упаковочку. Но Эльмира по-другому не может. Прислала нам сразу целый ящик, который невозможно открыть, потому что она тщательно сказала упаковать своему мужу посылку. Вот Эльмира, видишь, Мануил так тщательно упаковал, что я теперь не могу распаковать. А нам уже скоро надо выезжать на карате. Вести Никиту. В общем, в несколько рядов здесь все упаковано. Ромочка ждет, потому что он знает, что там и ему подарочки тоже Эльмира прислала. Так, все, открываем. Да, я думала открыть это завтра, потому что у меня сейчас мало времени. Но Эльмира мне позвонила и сказала открыть сегодня, потому что там хауба. Вот. Итак. Давайте заглянем. Я, наверное, вам так поближе покажу. Хотя, признаюсь честно, хоть я и говорила, конечно, Эльмире, что не надо, не надо. У нас тут все есть, не только лекарства. Ну, приятно. Приятно получать подарочки. Это, вообще-то, мой чай, Рома. Вкусный? Так, давай смотреть. Да, Рома знает, что ему здесь подарочек переслали. Это Эльмира мне в подарочек вот такую сумочку. Господи, да, Рома даже не дождался. Да, Рома, это тебе. Только поделюсь себя, пожалуйста, с детками. Да, я покажу, а то ты так быстро забрал, люди не поняли, что это. Да, вот эти вот конфетки, я всегда тоже покупаю их в магазин, если мы здесь заходим, да, в наш русский магазин европейских товаров. Вот так вот он у нас называется, магазин европейских товаров. А, это конфетки. Помнишь, бжилка, тебе такие нравятся? Помнишь? Да, это нам тоже передали. Смотри. Да, только это маленькая. Тебе тогда Эльмира передавала большую, а это маленькая. Это мама и дотя у тебя теперь будут. Да, и это одна для Никиты, это мальчик. Это твинс. Видишь, как ты и Никита. Пожалуйста. Никитка, иди смотри, тебе тоже передали в подарок куколку. Никита. А что, Никита там уснул? Да, наплавались все в бассейне, Никита уснул. Ладно, потом отдадим тогда Никите, покажем. Так, это вот она мне, разнообразные чаи. Множество разных. Травяной микс, чай против гриппа и простуды. Вот, да, мы тогда что-то были с детками, приболели. И мне тогда Эльмира сказала, что она мне сделает такой подарок. Тоже сейчас я это все поскладываю аккуратненько. О, да, но это папе. Господи, Никита. О, Никита, Рома. Дай мне нож, чтобы он... О, это ножницы, ножницы я уберу. Конечно, конечно можешь. Что значит нет, Рома? Это для всех. Да, вот это вот, да, то для всех, а вот это у нас только для Чеда. Это любимые конфеты Чеда. Это Эльмира специально для Чеда. Вот целую упаковку бим-бом. Дальше это еще тоже вот такой вот разнообразный развесной чай. Тоже Эльмира мне покупала. Здесь тоже и зеленый чай, и черный чай там с разнообразными цветочками. Я тоже, я чай очень люблю. А здесь, конечно, найти чай такого рода, наверное, очень-очень тяжело. У меня еще, во всяком случае, не получалось. А поэтому, да, это мы отложим. А что тебе еще нужно? Давай посмотрим. Вот это халва, судя по всему. Халва. Да, вон Рома так все аккуратно раскрыл, что теперь нужно... Ты пакет хоть взял, он там нормально? Ничего от него не высыпется? Хорошо. Так, вот она халва. Халва. Сейчас будем пробовать тоже. Одна вот здесь с шоколадом. Я тебе дам попробовать, это очень-очень вкусно. Очень вкусно. Халва. Ты еще никогда такое не пробовала? Попробуешь. Очень-очень вкусно. Это такое сладкое. Сладкий... Этот, можешь пакет, да, выброси, пожалуйста, пакет. Так, вот, да, у меня тут в кадр попадает. Не успела я убраться, да, так как мне Эльмира сказала сегодня, сегодня же раскрыть. Это что? А, это, это, это... Эльмира же у нас... Да, с Узбекистана. Вот, Ташкент. И это она нам передала в качестве сувенира. Вот такая вот, в общем, у нас тарелочка. Мы ее... Оп! На подставочку. И вот здесь сможем поставить. Так, дальше. Это... Подожди, Кать. А, это тоже... Клейтон тоже смотрит, что там по ссылочке. It's from my friend. She gave us everything. Yes, it's from my friend from Uzbekistan. We need to open this very-very carry full. Это рома, этот самый. Просто тарелочки для сладостей, для разных. Понял, что можно этот самый. На, если хочешь, if you want, на, you can open with scissors. Вот это, в принципе, как раз только то, что я ее и просила мне прислать. И все, здесь антибиотики. С антибиотиками здесь, скажем, такая проблема. Точнее, в чем проблема? Получить-то их не проблема, но сперва нужно сходить к врачу, заплатить там 100 долларов за визит, и только потом тебе выпишут антибиотики. Так, давайте я, наверное, буду разбирать. Ром, на тебе кошка. Убери ее, пожалуйста, со стола. Да, это еще у нас чай. Вот у нас еще конфетки. Смотри, сколько нам конфеток разнообразных. Да, шоколадные конфеты. Я хочу канди. Да, хорошо, сейчас я их тогда открою и дам тебе. Вот это, Эльмира говорила, она тебе карандашики такие, видишь, с такими их символикой такой, видишь, прислала. Давай я это тебе вот здесь положу, потом я тебе дам. Покажу, что с ними делать. Дальше у нас что? А что это? Вот, спасибо за покупку, ждем вас снова. Это тоже сладости какие-то. В общем, надо будет спрашивать опять у Эльмиры. Да, сладости какие-то на конфетке? А, нет, это, наверное, не те. Там, мне Эльмира говорила, есть какие-то сладости, они такие витаминные. Но их только, ну вот деткам там буквально по одной штучке, которые поднимают тоже иммунитет. Наверное, наверное, вот это. Это экологически чистые продукты. В общем, буду спрашивать. Да, вот это, наверное, они, скорее всего. Скорее всего, это они. Но надо будет, конечно, спросить у Эльмиры. И вот еще здесь последняя упаковочка. Ой, смотри, Катеринка, твои шоколадки, твои любимые. Оп, смотри. Аленка, молочный шоколад. Оп. Да, ты можешь добавить здесь ничего, как канди или что-то, если мы сидим и делаем. Да, смотри, как выглядит красиво. Ты дашь одну для Никиты? Я думаю, что мы все поделим. Это и для Ромы тоже. Это тоже халва подсолнечная. Я ее в твоем возрасте очень-очень любила. Я тебе сейчас дам попробовать. Смотри, у нас тут целых три варианта халвы, да? Ну и здорово, смотри. Смотри, вот сюда. Ты теперь всегда с легкостью узнаешь свой карандашик, видишь? Я тебе помогу. Вот, отлично, видишь? Держи. Так, все. Мы все распаковали. Уберу пока коробочку. А, еще здесь у нас тоже. Так. Ты хочешь помочь мне с этим тоже? Да, Рома уже конфеты свои взял и убежал. Уже убежал с распаковкой, Рома уже закончил. Да, Никитка уснул, ничего не распаковал. Давай я попробую, дам тебе халву. Давай, сейчас я халву открою и дам тебе попробовать. На, Клейтон, попробуй. Это как десерт. Это очень популярно в Украине. Хорошо? Ты видишь, Катя? Даже Клейтон сказал, что это очень-очень-очень хорошо. Ты хочешь попробовать? Просто маленький кусочек. Просто маленький кусочек. Это тоже. Это вкусно. Это вкусно, как чай. У меня готов. Вот это белая халва. Классная. Это с шоколадом тоже нужно будет попробовать. Феда угостим. Он у нас тоже большой. Под каешкой. Ему однозначно понравится. Да? Да? Я попробовал это? Да, ты сделал, но это больше для папа. Может быть, когда папа приезжает, он будет общаться с тобой. Хорошо? Ты хочешь попробовать это снова? Или хочешь кандид? Ты хочешь, чтобы я тебе дам чоколадный кандид? Да? Я вообще плачу. Я чувствую, как... Это должно быть кандид. Ты можешь открыть и попробовать. Я чувствую, как это. Ты любишь? Катя, ты будешь эту, не шоколадную? Тебе дать такую же, как у Клейтон себе взял? Окей, я тебе сейчас помогу открыть. Так, нам с Никитой уже ехать скоро на карате. Ребенок после бассейна придремал. Никитка! Никит! Никитка! Никитка, зайка! Там мы посылку только что открывали. Там много-много конфет. Хочешь? И нам еще на карате ехать. Поехали на карате? Да? Да, вот на конфеты он так не отреагировал, а на карате отреагировал. Давай тогда собираемся на карате. Давай. Вот, на карате бегом, а на конфеты как-то лежал ребенок спокойно. Тебе помочь открыть? Так, снимаем продолжение вот буквально через 5 минут. В общем, эти конфеты дети не оценили, а мне понравилось. Самыми любимыми в фаворитах, как вы видите, тягают конфеты в джолках. А Клейтону вот эти понравились. Тоже он сидит, улепетывает за обе щеки. Yes, you like it? Good? Good. You can say спасибо, Эльмира. Спасибо. Oh, good job, you see? Thank you. It's mean thank you, Эльмира. This is the girl what she was sending. It's not for me, it's for Эмилира. Эльмира, скажи thank you, спасибо, Эльмира. Спасибо, Эльмира. Молодец. Умничка. Так, давай теперь будем мы с тобой сейчас наводить все в порядке. Пораскладываем и собираемся с тобой на карате. Я знаю, потому что нам мы перенесли один день, поэтому мы были вчера и едем сегодня, но завтра ты тогда не поедешь. Я еду тоже, это вчера я оставалась дома, и у тебя был выбор вчера, но ты сказала, что ты поедешь. Поэтому сегодня мы без вариантов едем все вместе. Окей? Вот такая вот распаковка у нас получилась. Эльмирочка, большое тебе спасибо. Порадовала меня, детвору. Будет счастлив, доволен Чет, его любимые конфеты. Да, мы тоже только недавно были в магазине европейских товаров, и не было там. Вновь он выглядывал, выглядывал свои конфеты, и их там не было. То есть, понятно, Чет стойко это перенес, не плакал, да, но, конечно же, огорчился. Поэтому, Эльмирочка, еще раз большое тебе спасибо. Всем моим остальным подписчикам часто получаю сообщения. Многие спрашивают, как сложилось у Эльмира сейчас. То есть, кто-то смотрит ее видео, которое мы записывали совместно, которое я выпускала год назад. Кто-то спрашивает действительно с интересом, где-то чувствуется прям подвох. Вот, да, поэтому мы с Эльмирой снимаем видео очень часто, если у нас есть чем-то с вами поделиться. И сейчас, когда уже ее муж тоже приехал сейчас в Америку, у нее есть, скажем, такая маленькая история, которая она готова тоже с вами поделиться. Мы с ней запишем видео в этом формате уже на следующей неделе. Ей очень повезло с мужем, а мужу повезло с такой замечательной женой. Он ей полностью оказывает финансовую поддержку на данный момент. Взял на себя полностью тоже все обязательства по обучению ее дочери. Они планируют, что в скором времени она, дочка, уже тоже переедет по студенческой визе в Америку. Эльмира не первая, да, кто пытается вывести, забрать тоже с собой ребенка, так как по возрасту они уже не могут идти в одном кейсе. И вот тоже моя девочка недавно, которая приехала в Америку, по визе невесты вышла замуж. Ее дочь уже тоже получила студенческую визу. Возможно, мы когда-то все-таки запишем для вас полное видео и с Юлей, и скоро уже ее дочь по студенческой визе присоединится к маме здесь в Америке. Надеюсь, такое же будет завершение приятное и благополучное и в истории Эльмиры. Если такой формат вам интересен, подписывайтесь, да, если вы вдруг еще не подписаны на моем канале, ежедневно для вас выходят новые и интересные видео. Всем большое спасибо еще раз, кто нашел время и присоединился ко мне в этом видео. Всем спасибо за лайки, за комментарии, поддержку моего канала Другая жизнь Марина Кью. И мы увидимся с вами уже совсем-совсем скоро в моих следующих влоговых видео. Пока-пока!